Обычно приставку Hardcore я делаю, когда во второй части попадаются сложные задачи. На этот раз со второй части все в порядке, задачи обычные. Но вот задачи первой части могли вызвать трудности даже у подготовленного школьника, особенно первые пять. Поэтому стикер Hardcore Mini я решил зарезервировать для первой части. Также на канале произошло одно знаменательное событие, в котором я не сразу разобрался. А именно, третий вариант ОГЭ по числу просмотров почти вдвое произошел первый вариант. А произошло это вот почему. Около 83% всех просмотров принадлежит мужскому полу. Хотя обычная статистика просмотров вариантов ОГЭ показывает примерное равенство, иногда даже небольшой перевес в пользу девушек. Поэтому сейчас я обращаюсь к женской аудитории своего канала. Смотрите и первый вариант ОГЭ. В нем агент 47 в своей классической манере разбирает варианты Ященко. Давайте попробуем под этим видео собрать 5000 лайков до выпуска следующего варианта. Ну что, справимся? Продолжаем подготовку к экзамену ОГЭ 2020 вместе. Обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Задача номер 1-5. Ко всем пяти общие условия. Сергей Петрович решил построить на дачном участке теплицу длиной 4 метра. Для этого он сделал прямоугольный фундамент. Для каркаса теплицы Сергей Петрович заказал металлические дуги в форме полуокружности длиной 5 метров каждая. И покрытие для обтяжки. Отдельно требуется купить пленку для передней и задней стенок теплицы. В передней стенке планируется вход. Показаны рисунки прямоугольником B, C, C1, B1. Две точки B, O и C делят отряд с ГД на 4 равные части. Внутри теплицы Сергей Петрович планирует сделать три грядки по длине теплицы. Одну центральную широкую грядку и две узкие грядки по краям. Между грядками будут дорожки шириной 40 см, для которых необходимо купить тротуарную плитку размером 20 см на 20 см. Как видите, здесь у нас сплошная геометрия. Все пять задач будем работать с геометрией. Итак, задача номер 1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между соседними дугами было не более 60 см? Итак, смотрим. У нас длина теплицы 4 метра. Вот она, длина. А нам нужно, чтобы расстояние между дугами, вот это, было не более 60 см. Тогда нужно разделить 4 метра на участки длиной по 60 см. Посмотрим, поскольку получится у нас. 4 метра это то же самое, что 400 см. И мы с вами 400 делим на 60. Что получим? Так, на 10 можно сократить. 40 делим на 6. Это будет 6,4. Ну, понятно, что у нас с вами участков должно быть не 6,4, а 7. То есть, один из участков может быть короче. 7 участков. Но, ни в коем случае, ответ не 7 дуг. Почему? Да потому что, если участков 7, то вначале-то мы одну дугу должны поставить, а дальше еще 7, чтобы завершить 7 участков. А значит, правильный ответ. Нам потребуется 8 дуг. Задача номер 2. Сколько упаковок плитки необходимо купить для дорожек между грядками, если она продается в упаковках по 6 штук? Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Есть грядка узкая, потом идет дорожка. Потом грядка широкая, потом идет дорожка. И потом снова грядка узкая. Это внутри теплицы. То есть, вот эта дорожка, и это тоже дорожка. То есть, дорожек 2. Но мы найдем площадь одной дорожки, а потом, соответственно, просто умножить на 2. Что мы с вами знаем? Умножаем ширина дорожки 40 сантиметров, а длина теплицы, соответственно, 4 метра. Тогда нужно найти просто площадь одной дорожки. Так, и давайте сразу сантиметры перейдем, поскольку у нас с вами плитки размером 20 на 20. То есть, 4 метра это 400 сантиметров, умножаем на 40, получаем 4х4х16, еще 3 нуля приписываем. Вот такая вот площадь одной дорожки, у нас их 2, соответственно, 2 умножаем на 16 тысяч, получаем 32 тысячи. А одна плитка размером 20 на 20. 20 умножаем на 20, получаем 400. Теперь нужно найти количество плиток. Делим 32 тысячи на 400. Здесь сокращаем на 100, получаем 320, деленное на 4, это 80. Итак, 80 плиток нам нужно купить. А плитки продается по 6 штук в упаковке. Соответственно, делим 80 на 6. Так, сокращаем на 2, 40 делим на 3, получаем 13,1. Ну, конечно, 1,3 упаковки нам никто не продаст, но чтобы нам плиток хватило, берем чуть больше, соответственно, ответ 14 упаковок. Задача номер 3. Найдите ширину теплицы. Ответ дайте в метрах с точностью до десятых. Так, давайте посмотрим, что мы с вами знаем. Как найти эту ширину? Мы с вами знаем длину дуги. И эта дуга составляет 5 метров. Причем это половина окружности. Давайте эту окружность целиком нарисуем. Тогда получается, что длина всей окружности равна 10 метрам. А что такое длина окружности? Как она вычисляется? По формуле 2πr. Или что то же самое? π умножить на диаметр. Но вот как раз диаметр, диаметр, это и есть ширина нашей теплицы. То есть нужно найти д. Получается, что д это l делен на π. Но l у нас с вами 10. А π, сколько брать π? Ну, поскольку нам не нужно точное значение, нужно приблизительное, с точностью до десятых, то можно взять примерно 3,14. И тогда давайте поделим 10 на 3,14, а еще лучше 1 тысячу на 314. Так, берем по 3, получаем 942. Вычли, получили 58. И деление целой части на этом закончилось. Ставим запятую, приписываем 0 и берем по единичке. Так, вычли 314. 6,6 и, соответственно, 2. Вопрос, можно остановиться или нет? Ну, поскольку нас попросили округлить до десятых, то нужно знать следующую цифру в разряде сотых. Так, соответственно, здесь, поскольку по 8 можно попробовать взять, да? Берем по 8 и получаем, соответственно, так, 2,3 в уме, 1,1 в уме и 25. Вычли, 48 и, соответственно, 1. Ну, все, можно остановиться, поскольку теперь уже четко видно, что цифра в разряде сотых большая, она 8 не равна, а значит, 3,18 приблизительно 3,2. И именно это число мы и записываем в бланк ответов. Задача номер 4. Найдите ширину центральной грядки, если она в два раза больше ширины узкой грядки. Ответ дайте в сантиметрах с точностью до десятков. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас с вами ширина теплицы. Что здесь умещается? Давайте посмотрим. Сначала неизвестная длина грядки, пускай будет х, потом дорожка 40 см, потом грядка длины 2х, в два раза длиннее, потом дорожка 40 см, а потом еще одна грядка длины х. И все это вместе примерно 318 см. Тогда получаем, складывая эти 5 величин, 4х плюс 80, это 318. Отсюда 4х, это 238, а отсюда х, это 238 разделить на 4. Делим и получаем, так, 5, 9,5. 59,5. Но это х, а нам нужна центральная грядка. Тогда она вдвое больше. 59,5 умножаем на 2 и получаем 119. Но нам нужно ответ дать не в таком виде, а округлить его до десятков. Округляем и получаем примерно 120. Вот и это число мы с вами и записываем в планк ответов. Это Руслан. Он обучается на моем авторском курсе ОГЭ с нуля. Когда он разобрался с решением задач по геометрии, то написал то, что должно являться кредом любой образовательной платформы, онлайн-школы или каких-либо курсов. У меня получается больше, чем я ожидал. Ученик получил больше, чем он ожидал. Кто-то из вас испытывает проблемы на уроках геометрии, когда сталкивается с подобными задачами. Хотели бы вы научиться их решать? Тогда жду вас на своем курсе ОГЭ с нуля с обратной связью в течение всего учебного года. Ссылка в описании. Задача номер 5. Найдите высоту входа в теплицу, ответ дайте в сантиметрах. Давайте посмотрим на картинку. Вот высота входа в теплицу. Соответственно, у меня на картинке четверхугольник B, C, C1, B1 похож на квадрат, но это, конечно, не квадрат, это прямоугольник. Давайте теперь поймем, как же найти эту высоту. Для этого нарисуем окружность. У нас с вами дуга в форме полуокружности, а мы эту целую окружность нарисуем. И покажем ее диаметру. А вот, соответственно, наша высота. Тогда у нас получается прямоугольник, который вписан в окружность. И что мы про этот прямоугольник знаем? Во-первых, мы с вами знаем, что диагонали прямоугольника проходят через центр окружности. А диагональ прямоугольника это в точности диаметр окружности. А диаметр нам с вами известен. Это примерно 318 см. Что еще? А еще мы с вами знаем вот эту ширину. Почему мы с вами ее знаем? Да потому что здесь у нас с вами ровно половина от диаметра. Так, ровно половина от диаметра. Почему это так? Ну, давайте вспомним. Точки B, O и C делят отрезок АД на 4 равные части. Значит, B, C это половина от АД. А АД это диаметр. Значит, получаем отсюда, что B, C это половина диаметра. То есть, 318 делим на 2, получаем 159. Хорошо. Тогда что у нас с вами есть? Здесь 159. Диагональ 318. И у нас с вами хорошо работает теорем Пифагора. Вот она, теорем Пифагора. C1, B1. Давайте здесь назовем, скажем, точкой E. Прямоугольный треугольник C1, B1, E. Причем высота теплицы, высота теплицы B, B1 в точности равна половине от катета B1, E. Здесь самое главное. Раньше времени не подставлять числа, не считать, а посмотреть, что мы с вами можем сделать. Давайте посмотрим, что мы с вами можем сделать. Во-первых, написать теорем Пифагора. B1, E в квадрате плюс B1, C1 в квадрате равняется E, C1 в квадрате. Что такое B1, C1? Это половина диаметра. Что такое E, C1? Это в точности диаметра. Да, тогда если мы с вами B1, E обозначим, скажем, за x, то получаем вот такое уравнение. И здесь просто раскроем скобки. Получаем x квадрат плюс 1,4 d квадрат равняется d квадрат. А отсюда x квадрат равен d квадрат минус 4 d квадрат. То есть 3,4 d квадрат. И теперь, соответственно, извлекая корень из обеих частей, то есть не нужно вот эту величину d возводить в квадрат, а нужно сначала извлечь корень. Корень из 3 разделить на 2 умножить на d. И x, это мы с вами обозначили B1, E. Соответственно, B, B1, то, что мы с вами ищем, B, B1, это половинка от x. А значит, это есть 1, 2 умножить на корень из 3 пополам умножить на d. То есть корень из 3d в числителе и 4 в знаменателе. d, это у нас примерно 318. Корень из 3 умножаем на 318 и делим на 4. И вот здесь мы уже с вами обязаны делить, умножать. Самая неприятная работа начинается. Корень из 3. Давайте вспомним его приблизительное значение. Так. Это у нас с вами больше, чем 1,7, но меньше, чем 1,8. Напрашивается взять корень из 3 приблизительное значение 1,75. Но да, для этого нужно обоснование нам. А значит, 1,75 нужно умножить само на себя, чтобы посмотреть, насколько близко к числу 3 мы подошли. 5 написали, 2 запомнили, 7 написали, 3 запомнили и 8. Так, 5 написали, 3 запомнили, 2 написали, 5 запомнили и, соответственно, 12. 5, 7, 1. 5, 2. Единичку перенесли. Здесь будет 10, 15, 16. Соответственно, единичку перенесли. 0, 3. И запятой делаем 4 знака. Но очень хорошее приближение. 3,06. Но очень близко к числу 3. Значит, используем эту величину. Соответственно, 318 мы должны с вами умножить на 1,75 и поделить на 4. Ну, давайте умножим и поделим. Посмотрим, что получится. Что легче? Ну, конечно, поделить легче. Давайте сначала поделим. 318 на 4. Так, берем по 7. Вычли 28. 38 делим на 4. Берем по 9. Вычли 36. Осталось 2. Соответственно, запятая. И здесь 79,5. Так, хорошо. Ну, а теперь последнее действие. 1,75 умножить на 79,5. Так, здесь на 5 мы уже умножали. Можно сразу писать 875. На 9 еще не умножали. 5 написали, 4 запомнили. 7 написали, 6 запомнили. Здесь, соответственно, 15. И на 7 умножали. Вот, 1225. 5, 2, 2, 1. 5, 2, 1 в уме. Соответственно, 15, 20, 21. 1 написали, 2 запомнили. 7, 2, это 9. Так, здесь у нас с вами 3 и 1. И 3 знака после 5. Примерно 139,125. Нас попросили ответ округлить до целого количества сантиметров. Значит, в ответ мы с вами записываем. 139 сантиметров. Как видите, очень непростая задача. Задача номер 6. Найдите значение выражений. Смотрим. 9,5 плюс 8,9 делим на 2,3. Здесь у нас с вами два действия. Сначала сложение в числителе, потом деление. Итак, складываем в числитель 95 и 89. Это будет у нас с вами 184. И, соответственно, запятая отделяет одну цифру. Делим на 2,3. Это все равно, что 184 делить на 23. То есть мы запятую передвинули одновременно и в числителе измерения на один знак. Здесь у нас с вами должно получиться 8. Почему 8? Потому что 3х8 это 24. Но давайте проверим. 23 умножим на 8. 4, 2 запомнили. 16, 2, 18. Да, действительно. Получили 184, а значит 8 это и есть правильный ответ. Задача номер 7. На координатной прямой отмечено число А. Какое из утверждений относительно этого числа является верным? И нам дали 4 утверждения. Давайте посмотрим, где же наше число А находится. Вот у нас с вами есть 0 и 1. То есть длина единичного отрезка. Значит, расставляем 2, 3, 4, 5. Значит, наше число А расположено между числами 4 и 5. В принципе, никто не мешает нам взять приблизительное значение. Вот, скажем, А приблизительно равно 4,5. Подставить в каждой из нерази и проверить, какой из них окажется верным. Ну, давайте попробуем. 4,5 минус 8 больше 0. Это точно неверно, поскольку мы из меньшего читаем больше. Можно даже не считать. Второе. 7 минус 4,5 меньше 0. Это тоже неверно, поскольку мы из большего читаем меньше, должны получить положительное число. А мы получаем отрицательное. Дальше. 4,5 минус 3 больше 0. Это, конечно, верно. Здесь мы от большего отнимаем меньше и получаем положительное. И последнее. 2 минус 4,5 должно быть больше 0. Но мы от меньшего отнимаем больше, должны получить отрицательное, а получаем положительное. Конечно же, это неверно. Значит, верным оказалось только одно. Третье утверждение. Значит, в ответ мы с вами записываем цифру 3. Задача номер 8. Найдите значение выражения. Далее числовое выражение. 3 в степени минус 3 в степени 2 разделить на 3 в степени минус 9. Что здесь есть? Степень возводится в степени. Это означает, что мы основание оставляем без изменений, а показатели перемножаем. Получаем 3 в степени минус 6. И делим это на 3 в степени минус 9. А дальше деление степеней с одинаковым основанием. Значит, основание оставляем без изменений, а показатели отчитаем. То есть, отнимаем от минус 6 минус 9. И получаем, что это то же самое, что 3 в степени минус 6 плюс 9. А это 3 в степени 3. Это означает, что мы должны перемножить произведение 3 в троек. 3 внушить на 3 внушить на 3. Получаем окончательный ответ. 27. Задача номер 9. Найдите решение уравнения. И если уравнение имеет более одного корня, в ответ напишите меньше из корней. Давайте посмотрим. Уравнение 2х квадрат плюс 5х минус 7 равняется 0. Квадратное уравнение. Самый простой способ это вычислить дискриминант. Можно, конечно, и по теореме это. Можно даже угадать корни. Но самое надежное это посчитать дискриминант. Считаем. 5 в квадрате минус 4 внушить на 2 и внушить на минус 7. Получаем 25. Здесь, соответственно, уже будет плюс 56. Получаем 81. Тогда первый корень это минус 5 плюс 9. Дельный на удовольный старший консент. То есть 2х2. 4 разлить на 4 это 1. Второй корень. Минус 5 минус 9. Делим на удовольную двойку. Минус 14 делим на 4. Получаем минус 3,5. Еще раз смотрим внимательно. Какой корень нужно записать? Меньше. Значит, в ответ записываем число. Минус 3,5. Задача номер 10. В коробке в перемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленым чаем. Одинаковые на вид. Причем пакетиков с черным чаем в 4 раза меньше, чем пакетиков с зеленым. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки пакетик окажется пакетиком с зеленым чаем. Итак, у нас с вами есть определение вероятности. Это отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Давайте напишем m к n. Так, но мы с вами ничего не знаем. Тогда давайте что-нибудь обозначим за x. Пакетики с черным чаем. Их меньше. Пускай x это будет количество пакетиков с черным чаем. Тогда отсюда легко находится, что пакетиков с зеленым чаем будет в 4 раза больше. То есть 4x с зеленым. Но теперь как раз 4x это и есть число m. От а до n это общее количество пакетиков x плюс 4x. То есть 5x. Тогда ответ легко находится. 4x мы с вами делим на 5x. На x сокращаем, получаем 4 пятых. Ответ получен. Теперь переводим его в десятичный номер. Получаем 0,8. Задача номер 11. Установить соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Итак, у нас с вами три графика. А, Б, В. Все это параболы. И три формулы. Вот эти три формулы. И смотрим. Самое главное, что мы здесь видим. Старшие коэффициенты. Положительные, отрицательные, положительные. И ветви. Куда направлены ветви? У двух парабол вверх, это значит старший коэффициент положительный. У одной вниз. Это значит, что как раз и есть отрицательный старший коэффициент. Значит вот он, график B. Сразу формула для него нашлась. Это формула номер 2. Так, теперь смотрим дальше. А дальше у нас с вами свободный коэффициент. Но в обеих формулах, там где старший коэффициент положительный, свободный коэффициент одинаковый, 3. Значит он нам не помощник. Тогда нужно просто брать какую-то точку, которая лежит на графике. Например, график A. И смотрим, эта точка с координатами минус 1, минус 1. И подставляем ее в обе формулы, 1 и 3, и смотрим, где получается верно равенство. Подставим в первую, получаем минус 1, должно быть равно минус 1 в квадрате. Минус 5 умножить на минус 1, плюс 3. Слева минус 1, справа 1 плюс 5 плюс 3. То есть получаем, что минус 1 равно 9. Но это, конечно, неверно. Поэтому знак равенство мы зачеркиваем. И говорим, что вот эта точка не удовлетворяет первой формуле. Но давайте проверим. Удовлетворяет ли она третьей. Минус 1 равняется минус 1 в квадрате, плюс 5 умножить на минус 1, плюс 3. То есть минус 1 это 1, минус 5 плюс 3. Получаем, что минус 1 равно минус 4 плюс 3 минус 1. Это верно. Значит данная точка удовлетворяет третьей формуле. А взяли мы эту точку с графика А, значит это и есть соответствие. Тогда методом с включением здесь В. Но мы с вами помним, что у нас табличка, в ней А, Б, В. И под этим буквами мы пишем цифры. Соответственно буквой А соответствует цифра 3, буквой В цифра 2 и буквой В цифра 1. А значит в бланк ответа мы с вами записываем число 321. Задача номер 12. Выписано первое несколько членов геометрической прогрессии. Минус 250, 150, минус 90. Найдите ее пятый член. Итак, давайте их выпишем. В первое это минус 250. В второе это 150. И В третье это соответственно минус 90. А нам нужно найти В пятый. Но я умышленно пишу пониже, поскольку предполагаю посчитать еще и В четвертым. Зачем? Ну давайте вспомним, как считается любой член геометрической прогрессии. Член прогрессии с номером n это есть B1 умножить на Q в степени n-1. То есть если мы хотим найти пятый, то пятый есть первый умножить на Q в степени 4. Но не хочется какое-то число возводить в четвертую степень. Еще не известно, к тому же чему это число равно. А как его найти? То есть мы с вами знаем два соседних члена прогрессии, то очень легко. В второе это есть B1 умножить на Q. А отсюда Q выражается как B2 разделить на B1. То есть 150 мы делим на минус 250. Получаем сразу знак минус, то есть отрицательное число. Сокращаем на 10, получаем 15 двадцать пятых. Сокращаем на 5, минус 3 пятых. И вот это число возводить в четвертую степень мне не хочется. Тогда я должен сказать, что B5 это есть B4 умножить на Q. Но B4 я не знаю. А B4 в свою очередь это B3 умножить на Q. А B3 и Q мы сами знаем. Поэтому считаем минус 90 умножить на минус 3 пятых. Произведение двухотридцатных чисел положительно. 90 и 5 сокращаем на 5, получаем 18 умножить на 3. Это 54. Тогда B5 уже находится. Это будет 54 умножить на минус 3 пятых. Так, поскольку мы уже ищем окончательный ответ, то сразу пишем, что это есть число 30 на 54 умножаем на 0,6. То есть переводим из обыкновенной дроби в десятичную. И надо 54 умножить на 6. Ну давайте умножим в столбик. 4, 2 умею и здесь 32. Это если мы 54 умножаем на 6, а если на 0,6, значит нужно поставить запятую. Тогда ответом будет число минус 32,4. Задача номер 13. Найдите значение выражения при арону минус 2,7. Давайте начнем с того, что выпишем это выражение. Единица делена на 3а плюс единица делена на 6а. Все это в скобках умножается на а квадрат делена на 5. И число арону минус 2,7. Здесь у нас ровно два пути. Путь первый. Взять, подставить и посчитать. Но тогда придется с этими дробями нехорошими работать. И не факт, что мы сможем их аккуратно посчитать. Путь второй. Преобразовать, упростить и потом уже подстать. В скобках у нас сумма двух дробей с разными знаменателями. Приводим к общему. Это будет знаменатель 6а. Получим 2 разлить на 6а плюс 1 разлить на 6а. А это 3 разлить на 6а. И здесь можно сократить на 3. Получим 1 разлить на 2а. Замечательно. И эту дробь получившуюся надо умножить на а квадрат делено на 5. Здесь можно сократить на а. Получаем а в числителе 2х5 в знаменателе. А это то же самое, что а разлить на 10. Теперь уже можно подставить вместо а число минус 2,7. И поделить на 10. А это означает, что мы получаем отрицательное число. Запятую передвигаем на один знак влево. И ответ минус 0,27. Задача номер 14. Радиус окружности, описанный около треугольника, можно вычислить по формуле. r равняется а разделить на 2 синус альфа. Где а это сторона, а альфа это протяжающий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите r, если r равен 10 и синус альфа равен 1 третий. Давайте подставим в ту формулу, которую нам дали. r равен r на 2 синус альфа. Значение тех переменок, которые нам известны. r равен 10 и синус альфа равен 1 треть. Тогда получаем следующее, что r равняется 10 деленное на 2 умножить на 1 треть. Здесь совсем простая задача, можно сразу аккуратно считать. 10 деленное на 2 треть, это все равно, что 10 умножить на 3 вторых. Сократили на 2, получили 5 и 3, ответ 15. Задача номер 15. Укажите решение неравенства. Неравенство дано. 4 возможных варианта ответа даны. Нужно найти среди них правильные. А для этого нужно решить неравенство. Давайте соберем все неизвестные слева, а все известные справа, поскольку перед нами линейное неравенство. 2х минус 4х больше чем 6 плюс 8. Отсюда минус 2х больше 14. И делим на минус 2. А раз мы с вами делим на 30-е число, то тут же меняем знак неравенства на противоположный. Было больше, стало меньше. 14 делим на минус 2, получаем минус 7. А х меньше чем минус 7, это значит, что можно брать любые х от минус бесконечности до минус 7. А это значит, что правильный вариант ответа номер 3. Задача номер 16. Катеты прямоугольного треугольника равны 12 и 5. Найдите гипотенузу этого треугольника. Очень простая задача. Можно сделать чертеж, а можно обойтись и без чертежа. Катеты 12 и 5. Ищем гипотенузу. Обозначаем ее буквой х и применяем теоремь Пифагора. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузу. Все, остается только аккуратно посчитать. 12 в квадрате 144, 5 в квадрате 25. Получаем, что в сумме это х квадрат. То есть 169 это х квадрат. А значит х, это ни в коем случае не плюс, ни минус 13, это ровно 13. Поскольку х это длина гипотенузы. Соответственно ответ готов. Ответ 13. Задача номер 17. Точка О это центр окружности, на которой лежат точки А, Б и С. Известно, что угол А, Б, С равен 61 градусу. И угол О, А, Б равен 8 градусам. Найдите угол Б, С равен, ответ дайте в градусах. Давайте покажем угол А, Б, С. Это у нас у меня 61 градус. Угол О, А, Б это 8 градусов. А ищем угол Б, С равен. А, Б, С равен 61 градусам. А, Б, С равен 61 градусам. А ищем Б, С равен 8 градусов. Ну что можно сказать? У нас у меня четырехугольник А, Б, С, О. Хоть он и не выпуклый. Тем не менее, это четырехугольник. Сумма его углов равна 360 градусам. Два угла нам известны. Значит нужно еще найти один угол. А, О, С. Хорошо, давайте искать. Что можно сказать про угол А, Б, С? Ее уличное известно. А еще это угол вписанный. А значит дуга, на которую он опирается. А именно дуга А, С. Вдвое больше этого угла. То есть дуга А, С. Вдвое больше угла А, Б, С. То есть 2 умножить на 61. Это 122. И на эту дугу опирается центральный угол. А, О, С. А он в точности равен в дуге. Угол А, О, С. В точности равен в дуге А, С. То есть 122 градусов. Тогда величина угла А, О, С, которая находится внутри четырехугольника будет 360 минус эта величина. Почему? Ну потому что он тоже центральный. Опирается на дугу А, С, но с другой стороны. Да? А вся окружность у нас составляет 360 градусов. Значит угол А, О, С, который внутренний, дайте я так вот этим. Это будет 360 минус 122. Считаем и получаем, что это есть 238 вкратцев. Хорошо. Здесь 238. Тогда величина четвертого угла четырехугольника легко находится, поскольку известно уже 3. Итак, угол П, С, О, тот, который мы с вами ищем, это есть 360 минус сумма этих трех известных. 8, 61 и 238. Складываем и получаем, что здесь 360 минус сколько? Здесь у нас будет 299 и 8, это соответственно 307. Вот считаем и получаем ответ. Величина интересующего нас угла 53 градуса. Задача номер 18. В трапеции А, Б, С, Д, А, Б, Р, Н, С, Д, угол В, Д, А, Р, Н, 22 градуса, угол В, Д, С, Р, Н, 45 градусов. Найдите угол А, Б, Д, и ответ дайте в градусах. Итак, давайте посмотрим. Первое очень важное слово А, Б, Р, Н, С, Д. Показываем. Значит, трапеция перед нами, равнобедренная. Дальше, угол В, Д, А, В, Д, А, вот этот, 22 градуса. Угол В, Д, С, В, Д, С, 45. Требуется найти угол А, В, Д. А, В, Д, вот этот. Ну, хорошо, давайте смотреть. Где этот угол А, В, Д, присутствует? В треугольнике А, В, Д, и в этом треугольнике один угол нам уже известен. Значит, нужно найти второй. Это угол А. Но в силу того, что у нас трапеции равнобедренны, обедренны, углы при основании у нее равны. Угол А равен угол Д. Но угол Д состоит из двух маленьких уголков 22 и 45, соответственно. Складываем, получаем 67. Значит, здесь тоже 67. Но теперь в треугольнике А, В, Д, два угла известны, третий легко находится. Угол В, это будет 180 минус сумма углов А, Д, 67 и 22. Эти два угла в сумме дают 89. Значит, 180 минус 89. Получаем 91. Задача номер 19. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен параллелограмм. Найдите его площадь. Вспоминаем формулу площади параллелограмма. Основание умножить на высоту, где в качестве основания выступает любая из сторон. Давайте возьмем вот эту сторону. В качестве основания. А дальше, соответственно, опускаем высоту из вершины. И получаем, что вот она высота. Тогда остается просто посчитать. Здесь и здесь длинный сторон по клеткам умножить числа 2 и 5 и получить ответ 10. Задача номер 20. Какие из следующих утверждений верны? Первое. Для точки, лежащей на окружности, расстояние до центра окружности равно радусу. Это в точности определение окружности. Значит, это верное утверждение. Второе. Площадь трапециевна произведению основания трапеции на высоту. Это неверно, поскольку площадь трапециевна в полусумме оснований умножить на высоту. Третье утверждение. Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. Это утверждение верно. И вот почему. В каждом треугольнике у нас выполняется неравенство треугольника. То есть любая сторона меньше суммы двух других. Значит, a меньше, чем b плюс c, b меньше, чем a плюс c, и c, соответственно, должен быть меньше, чем a плюс b. У нас с вами стороны 1, 2, 4. Давайте проверим все эти три неравенства. 1 меньше, чем 2 плюс 4. Это верно. 2 меньше, чем 1 плюс 4. Это тоже верно. 4 меньше, чем 1 плюс 2, а это неверно. А раз это неравенство не выполнено, значит, утверждение о том, что такой треугольник существует неверное, а он с вами не существует. Значит, это верное утверждение. Соответственно, верных мы нашли два, первая и третья, поэтому ответом будет число 13. Чтобы получить пятерку на экзамене, достаточно правильно решить все задачи первой части и одну задачу второй части. Самая простая из них – задача номер 21. Программа моего курса по 21-й задачи перед вами. Подробная информация по ссылке в описании к данному видео. Но мы переходим к решению уравнения. И что мы видим? Уравнение кубическое. Решать мы его с вами в общем виде не умеем. Но зато здесь должно быть что-то хорошее. Что здесь можно увидеть? Есть общий множитель х квадрат в левой части, а в правой 4. Все это верно, но прежде чем эти действия делать, пишем область допустимых значений. Какова она? Мы можем брать любой х. А значит, все, что мы с вами найдем в ходе решения, это и будет наш окончательный ответ. А вот теперь делаем это действие. Выносим х квадрат за скобку в левую часть х плюс 7, в правую четверку х плюс 7. И здесь напрашиваться обе части сократить на х плюс 7. Это будет грубейшая ошибка, потому что мы с вами не знаем, является ли выражение х плюс 7 равным нулю или не является. А раз не знаем, то ни в коем случае это действие не делаем. Что тут надо делать? Переносим все в левую часть, получаем х квадрат умножить на х плюс 7, минус 4 умножить на х плюс 7, равняется нулю. И видим, что есть общий множитель х плюс 7. Выносим его за скобку, скобка будет х квадрат минус 4, равняется нулю. И замечательно, вот теперь у нас с вами произведение двух множителей, можно уже говорить, что какой-то из них равен нулю. Но можно не торопиться, а заметить, что в скобках, во-вторых, формула сокращенного множения, разность квадратов. Х в квадрате и 2 в квадрате. А значит можно еще разложить. Получаем х плюс 7 умножить на х минус 2 и умножить на х плюс 2. И теперь уже произведение трех множителей равен нулю. А значит какой-то из них равен нулю. В случае первой х плюс 7 равен нулю. А теперь получаем, что х равен минус 7. В случае второй х минус 2 равен нулю. А значит х равен нулю. В случае третьей х плюс 2 равен нулю. А значит х равен минус 2. Все, все случаи мы с вами перебрали. Поскольку мы сразу сказали об области допустимых значений, значит все, что мы нашли, это и есть наш ответ. В ответе желательно все корни найденные перечислить в порядке возрастания. Тогда мы пишем ответ минус 7, минус 2 и просто 2. Под номером 22 обычно нам дают текстовую задачу на движение, работу или проценты. Но в сегодняшнем варианте попала задача, связанная с арифметической прогрессией. А это значит, что и на реальном угле нам может попасться такая задача. Подобные задачи я рассматриваю в своем авторском курсе по 22-й задаче. Ссылка в описании. Но мы переходим к рассуждению задачи. И условие таково. Грузовик перевозит партию щебня массой 120 тонн, ежедневно увеличивая норму перевозки на одно и то же число тонн. Известно, что за первый день было перевезено 3 тонны щебня. Определите, сколько тонн щебня было перевезено за последний день, если вся работа была выполнена за 10 дней. Итак, что мы с вами знаем? Что всего было 10 дней, значит можно написать, что N это 10. И общая масса, давайте ее обозначим, M большое, это 120. А из чего она складывается? Из ежедневных масс, причем M1, давайте M1 обозначим, равное 3. А дальше, каждый последний день на одну и ту же величину больше. Давайте эту величину обозначим D. D это величина ежедневной прибавки. Дай, можно даже добавить, пусть. Тогда у нас с вами масса с номером K. Это члены архметической прогрессии. Это есть M1 плюс D умножить на K минус 1. Замечательно. А как найти общую массу за все дни? Это легко и просто сделать. Сумма архметической прогрессии у нас с вами. С индексом 10, значит мы считаем 10 слагаемых. Это есть M1 плюс M10 пополам и умноженное количество. То есть, если мы на 2 сократим, получим, что это есть M1 плюс M10 в скобочках умножить на 5. А что такое M10? Достаточно вместо K взять 10 в предыдущем равенстве и получится следующее. Что это есть M1 плюс M1 плюс D умножить на 10 минус 1. и умножить на 5. Упрощаем. Получаем в скобках 2M1 плюс 9D. И все это умножается на 5. Но отсюда уже получаем простое равнение. S10 это то же самое, что общая масса. Тогда мы получаем, что у нас число 120 равно 2M1 плюс 9D умножить на 5. Но M1 нам тоже известно. Это просто число 3. Тогда получаем, что 120 равняется 2х3 плюс 9D умножить на 5. Раскрываем скобки и получаем следующее. 120 равняется чему? 2х3 умножить на 5 это будет 30. То есть 9 умножить на 5 это 45. Отсюда получаем, что 120 минус 30 это 90 равняется 45D. То есть D это есть 90 разница на 45 это 2. Что нам нужно найти? Нам нужно найти сколько перевезло за последний день. Последний это десятый. Значит нужно найти M10. Это есть у нас с вами M1 плюс 9D. M1 известный это 3. D известный это 2. 9 в 2 это 18 прибавили 3 и получили 21. Все, ответ готов. И этот ответ 21 тонна. К решению 23 задачи стоит приступать тем, кто хорошо разбирается в свойствах функции и любит решать задачи с параметром. Все это есть в моем курсе по 23 задачи. Ссылка в описании. Итак, требуется построить график предложенной функции и определить при каких значениях k прямая y равно kx не имея с графиком общих точек. Давайте начнем с того, чтобы выпишем функцию y равен дроби в числителе модуль x минус 1, возглавляем модуль x минус x квадрат. И прямая y равно kx у нас с вами не должна иметь общих точек. Значит нет общих точек. Нет общих точек. Хорошо. С чем мы начинаем построение графика функции? Конечно же с нахождения области определения этой функции. Давайте напишем область определения нашей функции какова. Такова, что знаменатель в дроби, а именно модуль x минус x квадрат, не равен 0. Хорошо. Здесь у нас получается квадратно равен, да еще и с модулем. Проще всего рассмотреть этот модуль и раскрыть его по определению. А значит у нас с вами три случая. Случай первый. Что будет если x положительный? Тогда мы получаем, что x минус x квадрат не равен 0. Отсюда вынося x за скобку, мы получаем, что x на 1 минус x не равен 0. Но первый множественный точек не равен 0, он положительный. Значит второй должен быть отличный от 0, чтобы все произведение было отличным от 0. А значит x не равен 0. Второй случай, когда x равен 0. Тогда модуль x это просто 0. Надо проще всего подставить 0 и получить 0 минус 0. Но с вами не равен 0. А это означает, что вот этот 0 нужно исключить. Потому что на самом деле здесь написано верное числовое равенство. То есть этот 0 нам придется исключить. И третий случай, когда x меньше 0. Тогда модуль x это есть минус x. Мы получаем, что минус x минус x квадрат не равен 0. Выносим минус x за скобку. Скобочка будет 1 плюс x не равен 0. Здесь минус x это точно не 0, поскольку x отрицательный, значит минус x положительный. Значит второе множество, а именно 1 минус x. Отлично от 0, значит x не равен минус 1. Все, значит придется исключить первую, вторую и третьи точки. Тогда можно написать, что область определения наша какова. Это вся числовая прямая за исключением трех точек. Можно написать так. r без трех точек. Минус 1, 0, 1. Можно написать в виде объединения промежутков. Там у нас будет 4 промежутка. То есть можно написать их в таком виде. Что d от y. Это есть от минус бесконечности до минус 1. От минус 1 до 0. От 0 до 1. И соответственно от 1 до бесконечности. x принадлежит. Все замечательно. Ну а теперь давайте смотреть. С областью определения мы разобрались. Теперь нужно преобразовать нашу функцию. И здесь у нас с вами поскольку x не равен 0. То раскроем модуль уже только двумя способами. Для положительных и для отрицательных. Давайте посмотрим, что будет для положительных. Для положительных мы получим x минус 1. Развязано x минус x квадрат. А для отрицательных минус x минус 1. Делим на минус x минус x квадрат. x больше нуля, x минус 0. Хорошо. Ну здесь можно упростить. Здесь тоже можно упростить. Давайте упростим. x минус 1. Развязано x минус x квадрат. Вознаменателье явно можно вынести общую множество x за скобку. Останется 1 минус x. Но вот 1 минус x и x минус 1 очень похожи. А давайте еще минус вынесем. За скобку, например, в числителе. Соответственно, здесь будет 1 минус x в скобках. И в знаменателе 1 минус x сократили и получили минус 1 развязано x. Во втором случае дробь минус x минус 1 развязано минус x минус x квадрат. Выносим x за скобку в знаменателе. А скобка остается минус 1 минус x. В точече то же самое, что и в числителе. Просто порядок с лагами. Тогда получаем, что это есть 1 развязано x. Все замечательно. Можно рисовать, что у нас с вами получается. У нас с вами получается часть гипербола. Почему часть? Потому что в первом случае мы расположим только положительный x. А значит, поскольку эта гипербола расположена во второй четвертой четвертях, но мы забираем только для положительных, значит только в четвертой четверти. Берем, например, x равный 1. Подставляем. Получаем y равный минус 1. И, соответственно, через эту точку провели. Хорошо. Теперь берем. Здесь подставляем, например, минус 1. Получаем y равный минус 1. И тоже рисуем. Вот такая у нас. Функция, график ее симметричен относительно оси у получился. Но это еще не все. Что мы с вами должны сделать? Обязательно исключить вот эти три точки. Но 0 мы не имели права подставлять, потому что 0 делать нельзя. А вот единицу и минус 1 мы подставляли. Причем делали это умышленно, для того, чтобы проще было построить график вот этой функции. Но эта функция при x равном 1 определена, а эта функция при x равном минус 1 определена. Но наша исходная ни при x равном 1, ни при x равном минус 1 не определена. А значит, мы должны выкладывать эти точки. Взяли и выкладываем. Все. Мы теперь график полностью построим. Что дальше? А дальше смотрим на прямую y равного kx. Что это за прямая? Это прямая, которая проходит через начало координат. Причем, если k равна нулю, то наша прямая превращается в прямую y равна нулю. А это значит просто ось абсцисс. Но видно, что ось абсцисс не имеет общих точек с построенным графиком. А значит, это значение для нас подходящее. Нет общих точек. Так, а дальше рассматриваем положительные k. Это значит, что наша прямая проходит через начало координат и расположена в первой, третьей четверти. И чтобы не было общих точек с построенным графиком, она обязательно должна пройти через эту точку, которую мы выкололи на графике ветвины первой. Ну да-да. Что нам нужно сделать? Нам нужно координаты этой точки поставить в уравнение прямой. y равно kx, подставляем координаты точки а, давайте ее назовем. Ее координаты минус 1, минус 1. Тогда минус 1 равно k умножить на минус 1. Отсюда делим минус 1 на минус 1, получаем, что k равна 1. Это тоже хорошее для нас значение. Следующая прямая, это та прямая, которая проходит через начало координат, но, соответственно, убывающая. И расположена во второй и четверти четвертях. Снова, чтобы не было общих точек, нужно пройти через выколотую точку b. Проводим эту прямую. И подставляем координаты точки b, а это 1 и минус 1, в уравнении прямой у равно kx. Получаем минус 1, равняется k умножить на 1. Отсюда k равно минус 1. Всего действительно k отрицательная прямая убывающего. Все, тем самым задача полностью решена, и фиксируем ответ. График мы с вами построили. Все значения параметра k нашли, остается перечислить его в ответе. Так, давайте в порядке возрастания. Сначала минус 1, потом идет 0 и потом идет единица. Переходим к сложным задачам второй части по геометрии. Проще всего научиться решать из них задачу номер 24. Программа курса перед вами, ссылка в описании. Итак, условие таково. Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите расстояние от центра окружности до хорды CD. Если AB равно 20, CD равно 48. А расстояние от центра окружности до хорды AB равно 24. Так, давайте нарисуем окружность. И есть две хорды AB и CD, AB поменьше. Пускай вот такая, скажем, AB. И CD, например, вот такая. И есть центр окружности. Отлично, вот наш чертеж. Фиксируем, что AB по условию равно 20, CD равно 48. И расстояние от центра окружности до AB, то есть от точки O до AB равно 24. А мы ищем расстояние от точки O до хорды CD. Вспоминаем сразу, что такое расстояние. Расстояние от точки до прямой. И это, соответственно, перпендикуляр. Опускаем перпендикуляр. Пускай это будет точка H. То есть, на самом деле, это есть не что иное, как OH. Причем, поскольку OH это часть радиуса, а значит и часть диаметра, то мы с вами вспоминаем, что диаметр, который перпендикуляр к хорде, проходит через ее середину. То есть, диаметр, который содержит точки O и H, проходит через середину AB. Середину AB. Так как диаметр перпендикулярен AB. Значит, H это середина. А значит, AH равно BH. И при этом, если мы с вами соединим точки O и B, а почему это построение дополнительно выгодно сделать? Да потому что OB это будет радиус. То тем самым, в прямоугольном треугольнике OBH мы с вами знаем величины двух катетов. BH легко находится, поскольку мы с вами знаем AB. И OH известны по условиям. А значит, мы с вами найдем радиус окростости. А зачем нам радиус окростости? А затем, что мы с вами сделаем то же самое. Мы опускаем перпендикуляр из точки O на хорду CD. И получаем здесь какую-то точку. Давайте ее M назовем. И дальше соединяем O и C. И получаем прямоугольный треугольник OCM, в котором будет известна гипотенуза. Это тоже радиус. И CM это будет у нас с вами половина CD по тем же самым соображениям, что и точка H является серединой AB. Все замечательно. Значит, находим OB по теореме Пифагора из треугольника OBH. Это есть BH в квадрате плюс OH в квадрате. То есть, половинка от AB в квадрате плюс OH в квадрате. Половинка от AB это 10, OH это 24. Получаем 100 плюс 576. Это 676. А это квадрат числа 26. Отсюда OB, то есть радиус, равняется 26. Теперь OM перпендикулярно CD. Отсюда следует, что M это середина CD. А значит, CM равно DM. Находим CM по... CM нам известно, да? CM это половинка CD. А нам нужно ТОМ. Находим OM по теореме Пифагора. OM квадрат это есть OC квадрат минус CM квадрат. То есть, R квадрат минус половинка CD в квадрате. И то и другое нам известно. Подставляем вместо R число 26. Вместо половинки CD подставляем половинку от 48, то есть 24. Это есть легко вычислимая величина. 676 минус 576, то есть 100. А это, конечно же, 10 в квадрате. А значит, OM это 10. Что нам нужно было делать? Расстояние от точки O до CD. А это как раз и есть OM. Значит, ответ готов. Ответ. Это расстояние равно 10. Задача номер 25. Это задача на доказательство. По-хорошему, любое свое утверждение нужно уметь доказывать. И проще всего это научиться делать, решая задачи по геометрии. Программа курса перед вами. Ссылка в описании. Итак, условие 25. Задача такова. Высоты BB1 и CC1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке E. Докажите, что углы CC1B1 и CBB1 равны. Нам дан остроугольный треугольник ABC. Зачем? А затем, чтобы мы знали, где его высоты пересекаются. А они пересекаются внутри треугольника. Соответственно, рисуем треугольник остроугольный. Так, высоты BB1. Сразу показали. И, соответственно, CC1. Точка A. И вот они пересеклись в точке E. Что нам нужно? Нам нужно доказать, что два угла, а именно CC1B1. CC1B1. Вот этот. Давайте я в одной другой обозначу. И угол CBB1. CBB1. Вот этот. Давайте я пока двумя точками обозначу. Два этих уголка равны. Но давайте попробуем увидеть здесь знакомую конструкцию. Что здесь есть? У нас с вами есть отрезок CB1, на который два угла, а именно углы CBB1 и CC1B1, опираются. Где мы с вами с такой конструкцией встречаемся? В окружности. Но здесь окружности нет. Совершенно верно. И нет. Давайте попробуем ее увидеть. И увидеть ее можно следующим образом. Смотрим внимательно на углы BC1C и BB1C. Они у нас с вами прямые по условию, поскольку BB1 и CC1 высоты. Получаем, что угол BC1C равен углу BB1C равняется 90 раз. Получается, что два прямых угла опираются на один и тот же отрезок. Где такая конструкция? Снова в окружности. Причем эти углы опираются на диаметр. А значит, можно сказать, что BC это диаметр некоторой окружности. Но если это диаметр, то центром и является середина этого диаметра. То есть, мы здесь поставим точку O и скажем, что O – центр окружности. А радиус, соответственно, равен половине BC. Хорошо. Тогда давайте эту окружность покажем. Вот она появилась. А значит, точки C1 и B1 лежат на этой окружности. На этой окружности. Почему? А потому что угол BC1C, который равен 20 градусов, опирается на диаметр. На диаметр. И то же самое. Угол B, B1, C, который тоже равен 90 градусов, тоже опирается на диаметр. Что нам это дает? Нам это дает два вписанных угла. А именно, угол CC1B1 равен половине дуги C, B1 вписанных углах. Угол C, B, B1 равен половине дуги, на которой опирается. А это дуга C, B1 вписанных углах. Сравниваем два последних равенства. Видим, что правая часть с них абсолютно одинаковая, а значит, левая должна быть равной. Отсюда следует, угол CC1B1 равняется углу CBB1. Что и требовалось доказать. Задача номер 26. Самая сложная во всем варианте. Вы это так прекрасно знаете. Если хотите научиться решать эту задачу, добро пожаловать в мой авторский курс по 26-й задаче. Ссылка в описании. Итак, что нам дали сегодня. В четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О под углом альфа. Точка F принадлежит отрезку AC. Известно, что BO равену 10, BO равену 14, AC равену 18. Найдите AF. Если площадь треугольника FBC в четыре раза меньше площади четырехугольника ABCD. Начинаем делать чертеж. Четырехугольник ABCD, про него ничего не известно, он может быть совершенно производен. Поэтому желательно нарисовать какой-нибудь не очень хороший четырехугольник. Все, видно, что он у меня какой-то неправильный. Диагонали пересекаются в точке О под углом альфа. Соответственно, пускай это будет A, B, C и D. Что еще? Есть точка F, которая лежит на AC. Ну, пускай где-то здесь будет. Например, точка F. А это точка O. Так, что мы с вами знаем? BO это 10, DO это 14, A, C это 18. И угол альфа мы обозначили. Соответственно, точка F принесет AC. Обозначили. А, вот еще очень важная информация. Площадь треугольника F, B, C в 4 раза меньше площадь четырехугольника. Значит, составляет 1 четвертую часть от площади четырехугольника ABCD. И мы с вами хотим найти AF. Все, замечательно. Что здесь у нас с вами есть? У нас с вами есть диагональ AC и на самом деле диагональ BD тоже легко находится. Давайте ее найдем. BD равняется BO плюс OD 10 плюс 14, 24. Да еще есть и угол между диагональами. Сразу вспоминаем, что площадь четырехугольника в таком случае легко вычисляется. Это 1 вторая произведение диагоналей на синус угла между ними. Диагональ нам известная. Альфа нам в каком-то смысле известен нам. Он дан по условию. Тогда получается, что это есть 18 умножить на 24 и умножить на 700. Здесь можно посчитать и упростить и понять, что дальше делать нечего. Почему дальше делать нечего? То есть, нас подвели к этой формуле. А что дальше? Дальше у нас с вами получат треугольник FBC. Но где точка F находится, мы с вами не знаем. Вот этот треугольничек и есть. И если бы речь шла, скажем, о параллограмме, то там понятно, что точка F должна была совпадать с точки причины диагонали, поскольку диагонали параллограмма делит его на 4 равновеликих треугольника. Но здесь у нас совершенно произвольный четырехугольник. Тогда понятно, что этот путь тупиковый. И нужно спросить себя, что же в таком случае делать? Посмотреть вот на это равенство. Еще раз. О чем идет речь? О площадях. А когда мы говорим о площадях, какая величина для нас самая важна? Конечно же, высота. Но высоты здесь даже близко нигде нет. Ну, значит, нужно самостоятельно ее провести. Давайте проведем, скажем, высоту из точки D и из точки B. Причем, давайте мы проведем перпендикуляры из точек B и D к прямой АС. Провели один, провели другой. И получили здесь какие-то две точки. Пускай это будут точки, скажем, L и M. И по построению у нас с вами B, L перпендикулярно АС, D, M перпендикулярно АС. Хорошо. И здесь, прежде чем вычислять площади, сразу докажем, что два треугольника, получившиеся подобные. Почему они подобные? Вот те, которые у нас с вами получились, треугольники B или O и D, M, O, они подобные. У них есть по прямому углу по построению, а еще вот здесь два угла у нас равные, вертикальные. А значит, сразу говорим, что есть два подобных треугольника. Треугольник B, L, M, O подобен треугольнику D, M, O углом а именно угол B, O, L равен углу D, M, вертикальные и углы B, L, O и D, M, O равны 50 градусов. Ну, отсюда, соответственно, получаем пропорциональность сторон. B, L так относится к D, M, как B, O относится к D, O, как L, O относится к M, O. Что из этого мы с вами знаем? B, O и D, O. Вот, они два отрезка. Значит, вот они, для чего нам нужны были. B, L и D, M это только что построены высоты. Значит, они нас очень сильно интересуют. Получаем, что B, L к D, M то же самое относится, как 10 к 14. Можно выразить любую из высот. Сейчас поймем, какая нам важнее, то и выразим из этого равенства. Ну, а дальше мы хотим найти площадь треугольника F, B, C. Половина основания на высоту. Что здесь основания? Можно в качестве основания выбрать отрезок F, C. А в качестве высоты, конечно же, B, L. Ну, значит, скорее всего, B, L нам придется выражать. Причем, мы с вами хотим найти А, F, ну, пусть А, F будет равно X. Пусть А, F равно X. Тогда, соответственно, здесь мы получаем, что это есть одна вторая. F, C, это уже будет А, C, минус А, F. и умножить на B, L. А вот B, ну, сейчас найдем, чемарло. Здесь, в первых скобках у нас с вами будет известна величина 18 минус X. Так, а здесь B, ну, пускай пока B остается. Теперь находим площадь четырехугольника А, B, C, D. Разбиваем мысль на два треугольника диагональю А, C и находим площадь треугольника А, B, C и, соответственно, площадь треугольника А, C, D. И в том и другом случае основанием будет одно и то же А, C. В первом случае высота будет B, а во втором случае высота будет B, M. Так, у нас с вами здесь B, L есть, здесь B, L есть. Значит, нужно B, L выразить. Все, теперь понятно, что выражать. Отсюда B, L это есть B, L умножить на 14 и разделить на 10. То есть 7 пятых B, L. Так, соответственно, здесь получаем следующее. Что это есть? Половинку от C можно выразить за скобки. Скобки от C, B, L плюс 7 пятых B, L. И B, L еще можно вынести за скобки. Получаем А на вторая. А, C умножить на B, L. И здесь 1 плюс 7 пятых это 5 пятых и 7 пятых и 12 пятых. Сокращаем на 2 и получаем 6 пятых. А, еще А, C мы с вами знаем. А, C это же 18. Умножить на B, L. Все, замечательно. Ну, а теперь мы с вами знаем, что площадь треугольника F, B, C ставит четвертая часть от площади четырехугольника. А, значит, отсюда вот эта первая личина. То есть 1 вторая 18 минус X умножить на B, это есть 1 четвертая от этой величины. 6 пятых умножить на 18 умножить на B, L. И видим, что в обеих частях данного равенства есть множитель B, на него можно сократить. И туда останется одна переменная X, то есть простое линейное уравнение. Хорошо, давайте домножим обе части на 2 и сократим на B, L. Тогда 18 минус X это есть 1 вторая умножить на 6 пятых умножить на 18. Ну, замечательное уравнение. Тогда отсюда 18 минус X. Так, здесь на 2 сократили и осталось 18 разделить на 5. А это а еще умножить на 3, да? Так, 54 и разделим на 5. 10 целых 8 десятых Всего отсюда X 18 минус 10 целых 8 десятых 7 целых 8 десятых А X это как раз то, что нам нужно. А F Вот мы очень удачное обозначение убили. Тогда задача решена и ответ готов. А F равняется 7 целых 2 десятых Пятый вариант мы с вами полностью разобрали. Как видите, задачи второй части оказались вполне решаемыми, а вот на первые пять задач необходимо обратить особое внимание. Они могли оказаться трудными даже для подготовленных школьников. Шестой вариант вы разбираете самостоятельно. В комментариях напишите, пожалуйста, сколько задач вам удалось решить. Увидимся на канале. Субтитры создавал DimaTorzok